...доступа к документам по Катынскому преступлению. Это была наша общая работа. Некогда издаваемая как подпольная газетка, позднее став альманахом, карта вбежала в себя самая важная новейшая история в странах бывшего Варшавского договора и Советского Союза. Делится воспоминаниями вилеков центра карта «Сбивник Блюза». Это были истории и свидетельства тех, кто жил в Советском Союзе, тех, кто прошел тюрьмы, лагеря, психушки, тех, кто пережил эти трудности. Мы смотрели на эти истории не как на историю, а как на опыт, поскольку еще тогда были уверены, что коммунизм продержится долго, и мы будем должны как-то справиться с такой действительностью. Так мы хотели перенять опыт российских диссидентов. Непротивственная организация, которая...